На телеканале Юганск новости. Здравствуйте. В студии Нану Викова и коротко об основных событиях четверга. Как и 50 лет назад, на заре промышленной добычи нефти в Западной Сибири, нам предстоит вновь совершить рывок, выйти на новый виток индустриального развития. Слово губернатора. Наталья Комарова выступила с традиционным посланием к жителям региона. Я же бывал, что буквально остановился, думаю, куда я попал. Кров для одиноких и бездомных. Дом престарелых объявил акцию «5 минут внимания». Можно преуспевать везде, если захочешь. Я хочу быть успешной в учебе и в спорте. Спортсменка, активистка, отличница. Одиннадцатиклассница Эльза Ахмадеева. В рубрике «Новые имена». Губернатор Югры Наталья Комарова обратилась к жителям региона с ежегодным посланием. Специально на встречу с руководителем округа в Хантамантийск приехали главы муниципальных образований, депутаты Государственной думы и окружного парламента, представители федеральных органов власти, общественники и почетные жители Югры. На связи были и муниципальные образования, трансляция велась в интернете. Впервые онлайн услышать выступление губернатора смогли жители отдаленных деревень и поселков. Онлайн-трансляции и возможность увидеть это обращение в режиме реального времени в отдаленных уголках Югры. Это первое, на чем сделала акцент глава региона. Наталья Комарова отметила, что теперь доступ к широкополосному интернету появился в Березово, Саран-Пауле, Светлом, Ванзевате, Угуте и Кишике. Единственный неразрешенный вопрос – это стоимость незаменимой в 21 веке услуги. Ну и для городов она не сразу стала оптимальной. Если помните, за последние годы предельная скорость интернета в крупных городах выросла в 30 раз, а цены снизились в среднем в 6 раз. На это, с учетом специфики, будем ориентировать и операторов, работающих в сельских территориях. Реализация пилотного проекта открывает дорогу для жителей еще полусотни труднодоступных населенных пунктов. Увидеть трансляцию смогли и жители Нефтьюганска. В малом зале собрались общественники, представители администрации, народные избранники. Все они отметили уверенность губернатора и важность обращения к жителям Югры. Мы все, и депутаты, и представители администрации должны четко понимать, каким курсом идет страна, каким курсом идет наш округ. Поэтому вот такое прямое обращение, конечно, позволяет донести до нас наиболее полно информацию о том, что мы делаем, чего достигли, где недостатки, что предстоит развивать и двигаться дальше. За 47 минут Наталья Комарова успела и подвести итоги уходящего года и наметить планы на будущее. Безусловно, основой стабильности региона, да и всей страны, останется развитие топливно-энергетического комплекса. А вот в промышленную эксплуатацию трудноизвлекаемых запасов нефти должен стать национальным проектом. Как и 50 лет назад, на заре промышленной добычи нефти в Западной Сибири, нам предстоит вновь совершить рывок, выйти на новый виток индустриального развития. Именно здесь и сегодня будет обеспечиваться энергетическое будущее России. Мы не подведем. Губернатор не могла не отметить в своем выступлении и геополитические события уходящего года. Наталья Комарова еще раз поблагодарила югорчан за помощь, которую все жители оказали и до сих пор оказывают беженцам с Украины и тем, кто до сих пор пытается мирно жить на юго-востоке соседней страны. Нападки, в то же время хочу это подчеркнуть, это не повод отказываться от правды и верить в самих себя. Это сигнал к тому, чтобы окончательно расстаться с иллюзиями и слабостями, быть готовыми, если потребуют объективные обстоятельства, уточнять приоритеты. Наша долгосрочная стратегия остается прежней, адаптируются механизмы достижения ее целей. Что касается бюджета, то несмотря на санкции, скачки цен на валюту и нефть, окружная казна остается социально ориентированной. Пенсии и пособия, субсидии и зарплаты будут выплачиваться в полном объеме, а бюджетники даже начнут получать больше. Новый стимул для развития должны получить предприниматели. Для бизнесменов, которые только начинают свое дело, округ предусмотрит налоговые каникулы. Я отметил отличную преемственность с прошлогодним обращением губернатора. Те направления, о которых говорилось в прошлом году, развиваются и в нынешнем году. Мы это все видим, но и очень приятно слышать это из уст губернатора, о том, что она оценивает позитивно развитие различных отраслей экономики Ханты-Мансийского округа. Закончила свое обращение Наталья Комарова напоминанием о том, что ждет югорчан в 2015-м. Предстоит завершить Олимпийский пик. Весной Ханты-Мансийск принимает зимние сурд Олимпийские игры. Именно в следующем году мы отмечаем 70-летие события, которое навсегда изменило ход времен. Победу над фашистской Германией. Полную версию обращения губернатора можно посмотреть на сайте регионального информационного центра. Андрей Сакар, Алексей Фоминцев, телерадиокомпания «Юганск». Нефтьюгаз готов к зиме на 100% по всем статьям. Однако власти озабочены поставками газа в будущем году. Об этом стало известно на заседании Думской комиссии по городскому хозяйству. Проблемы могут возникнуть в связи с тем, что город питает аварийные газопроводы. Поставщик переживает за условия выполнения им договора, то есть за бесперебойность газоснабжения. Проблемный участок нужно чинить или прокладывать новую трубу. Прежний договор истекает 31 декабря. И, соответственно, тогда же и должен быть заключен новый на 2015 год. Уже есть решение ФАС о понуждении Межрегионпромгаза к подписанию документа. Также сейчас в округе рассматривают вопрос по инвестиционному соглашению строительства новой ветки газопровода, рассказал Сергей Сивков. Мероприятия опробованы на картографической схеме. Сейчас специалисты готовятся к плановой тренировке по переключению котельных на попутный газ городообразующего предприятия. Подробно вопрос по газоснабжению города обсудят на заседании Думы. В следующем году стоимость проезда в вагонах купе и СВ вырастет на 5%. Плацкартные и общие вагоны подорожают больше на 10%. При этом руководство РЖД сообщает, что в России скоро появится новый тариф. Туристический. Он будет дешевле эконом-класса на 30-40%. Такие билеты будут продавать на скоростные поезда САПСАН, курсирующие между Москвой и Санкт-Петербургом. Простая экономика далее. Дума Югрю приняла бюджет на следующий год. Он спрогнозирован с учетом цены на нефть – 100 долларов за баррель, курса доллара – 37 рублей 70 копеек. Доходы региональной казны составят 195, расходы – 187 миллиардов. Второй год бюджет Югрю является дефицитным, но при этом он остается социально ориентированным. Как всегда, самая весомая статья расходов – образование. На эту сферу потратят более 57 миллиардов рублей. В Югре формируется бизнес-миссия в Чешскую республику по тематике туризм. Предприниматели, работающих в туристической сфере, приглашают обменяться опытом с европейскими коллегами. В прошлом году Чехию уже посетили бизнесмены, занимающиеся заготовкой и переработкой леса. Во время визита они посетили Центр предпринимательской деятельности, Торгово-промышленную палату, а также деревообрабатывающие предприятия Чешской республики. Договориться о своем участии в бизнес-миссии можно по телефону 32 90 88, код Ханты-Мансийска 34 67. Обязательную биометрическую регистрацию для всех граждан России, а также иностранцев, находящихся в стране, предложили ввести депутаты от ЛДПР. Законопроект сегодня вносится в Госдуму, сообщает «Известия». Человеку, прошедшему такую регистрацию, уже не нужно будет предъявлять документ, удостоверяющий личность. Достаточно приложить палец к специальному сканеру. Концепция законопроекта, по данным издания, уже получила негласную поддержку в правительстве, МВД и Федеральной миграционной службе. Дом для одиноких и престарелых людей объявил благотворительную акцию «5 минут внимания». Несмотря на достойные условия, в которых живут постояльцы, им порой не хватает самых элементарных вещей, например, одежды или штор на окнах. Учреждения рады любой помощи. Узнать подробности акции можно по телефону 276585. С репортажем о первых обитателях дома Никита Чебыкин. Юрию Газееву 75 лет. До того, как он потерял ногу, у него было всё. Любимая работа, семья и дом. Однако после болезни и операции его жизнь круто изменилась. Получив инвалидность, мужчина оказался беспомощным. К счастью, в Нефтьюганске появился дом для одиноких и престарелых людей. Третье корпусы были уже готовы. И что интересно, когда впервые сошлись в такси и стал подходить, я же бывал, что буквально остановился, думаю, куда я попал. Он был одним из первых, кто поселился здесь. В доме всё приспособлено для колясочников. Отсутствие межкомнатных дверей, широкие проёмы. Специально оборудованная душевая. Дома в квартире мне надо продираться. Там с крыльца съехать целая проблема, на улицу, чтобы попасть. А здесь никаких проблем нет. Здесь пангус, я спокойно летом вот так вот бегу, можно сказать. Спускаюсь, бегом при помощи пангуса поднимаюсь. Мне здесь удобнее. Здесь живут люди со всего округа и у каждого своя собственная история. Галина Соловьёва, например, попалась на крючок мошенников и осталась без квартиры. Сейчас она счастлива, наконец-то есть крыша над головой. И приветливые соседи. Как дружим? Я ещё не очень со всеми так знакомилась. Ну, на собрании было, я так познакомилась. Ну, общаемся, разговариваем, где-то какие-то вопросы решаем вместе, чтобы помочь нашему начальству. Она ведёт активный образ жизни, печёт пироги, решает судоку и, к нашему удивлению, любит рыбалку. Да, я рыбачка со стажем. У меня есть грамота, что я по щучьему велению называется. Я первое место заняла. Поэтому я поймала очень большую щуку. Ну, с меня ростом. Дом для одиноких и престарелых людей стал прибежищем для многих уникальных личностей. Юрий Газеев пишет книгу, ориентируясь на своего любимого автора Валентина Пикуля. Галина Соловьёва – человек несгибаемой воли к жизни. Продолжает радоваться, несмотря на невзгоды. Специальный дом открыт для граждан пожилого возраста, одиноких. Для тех граждан, которые на сегодняшний день не имеют жилья, не имеют детей. То есть прожили всю жизнь и остались одинокими. Учреждение рассчитано на 100 жильцов, заполнено примерно наполовину. В корпусах имеются одно и двухкомнатные квартиры для пожилых пар. Специальный зал для спорта, небольшая библиотека, буфеты, прачечная. Инвалидам, которые не в состоянии ухаживать за собой, помогают социальные работники. В этом доме можно достойно встретить старость. Никита Чебыкин, Александр Гордеев, телерадиокомпания «Юганск». В «Нефтеюганске» ввели в эксплуатацию ещё один дом в 11-м Б микрорайоне. Это 3,5 тысячи квадратных метров жилья. Об этом сообщили на градостроительной комиссии в администрации города. Кроме того, на заседании обсудили планировку северо-восточной части нашего города. Среди объектов числится Центр технических видов спорта окружного значения, а в перспективе ещё и Большой парк. Речь идёт о районе нового аэропорта, а также лесном массиве по соседству, который ещё не застроен. Там появится масса полезных и интересных объектов. Многофункциональный спорткомплекс, гостиницы, торгово-развлекательные площади и дилерский сервисный центр, а также конференц-залы с выставочным пространством. На градостроительную комиссию был представлен проект планировки данной территории. Мы утвердили данное развитие. У нас будет по проекту планировки строительства новой базы. Это и лыжных видов спорта, и безусловно, с одним из главных направлений – это биатлон. По проекту будут назначены публичные слушания. Отметим, дальнейшее развитие территории предполагает, что здесь может быть разбит большой парк для отдыха. Помощь местным экспортерам. Нефтеюганские предприниматели встретились с представителем Центра поддержки экспорта Югры. Михаил Кулябин рассказал, на какую помощь могут претендовать коммерсанты, реализующие свою продукцию за рубеж. В округе сейчас не менее 60 таких предприятий. В основном они специализируются на заготовке и обработке древесины, производстве сувениров и рыбной продукции. Мероприятие очень необходимое на свое время и актуальное, потому как Центр экспорта Югры сейчас только набирает обороты. Он ориентирован на то, чтобы отправлять наших предпринимателей, наш малый бизнес, средний, за рубеж, так сказать, чтобы они могли принимать опыт и создавать какие-то услуги, товары именно ориентированные и имеющие спрос за рубежом. Гость из Ханты-Мантийска Михаил Кулябин рассказал нефтеюганским предпринимателям о фонде и о том, в каких направлениях ведется поддержка. Это организация поездок в различные страны для участия в ярмарках, выставках и деловых переговорах. Фонд берет на себя погашение всех транспортных расходов. Конечно, существуют лимиты в год не более полумиллиона рублей. Поездки могут организовать как сам Центр, так и активный бизнес-сообщество. Фонд «Центр поддержки экспорта Югры» организован округом и действует в рамках федеральной программы поддержки малого и среднего предпринимательства. Новые имена. Мы продолжаем серию сюжетов о ребятах, которым есть чем гордиться. Благодаря своим талантам и достижениям они получают высокие награды. Наш следующий сюжет про Эльзю Ахмадееву, способную ученицу и волевую легкоатлетку, которая в этом году стала обладательницей премии главы города. Кросс, разминка и специальные упражнения с подниманием бедра и захлестом голени. За 7 лет этот манеж в пожарной части стал для Эльзы Ахмадеевой вторым домом. Да и ребят, с которыми тренируется, легкоатлетка называет своей спортивной семьей. Мне понравился коллектив. Мы сразу же сдружились с ними. Но самое главное – тренер, который помог мне выявить мои способности. Но вообще самое главное – получать удовольствие от тренировок. Именно на легкой атлетике я почувствовала такое ощущение, чувство удовлетворенности. В детстве Эльза занималась аэробикой, плаванием, биатлоном. И вот в четвертом классе наконец нашла свое. Первый тренер девушки Нина Коленская до сих пор помнит день, когда Эльза впервые пришла в зал. Эльза была самая маленькая в группе. Но я хочу сказать, что даже будучи такой малышкой по сравнению с теми детьми, которые уже были на год, а то и на два ее постарше, она всегда умела за себя постоять. И очень быстро завоевала уважение мальчишек и девчонок, которые занимались с ней. И равных ей в общем-то не было в плане футбола, в плане уверенности в себе, в плане работоспособности. Эльза входит в сборную команду Югры по легкой атлетике. Она многократный победитель окружных соревнований. Ее конек – бег на длинные дистанции. Полтора километра спортсменка пробегает за 5 минут 15 секунд, а 3 километра за 11 минут и 10 секунд. Двигаться вперед помогает сильный характер. Это в первую очередь трудолюбие, целеустремленность, командный дух. Тренировки изначально были в умеренных количествах, но с каждым годом становилось все сложнее и интенсивнее тренировки проходили. Но все это можно выдержать, потому что упорные тренировки помогают достичь высот различных. Саша и Эльза познакомились на тренировке. У каждой не меньше пяти пар кроссовок и шиповок. В спортивной одежде девчонки знают толк. Но это не главное. Подруги запросто и профессионально рассказывают о спортивном режиме и диетах. Это основа успеха. Когда я пришла, я еще мало знала про легкую атлетику. И она мне давала какие-то советы, чтобы я не волновалась во время старта. Ну просто поддерживала меня в трудную минуту. Однозначно мы можем говорить, выделяется какой-то газ. Эльза демонстрирует реакции на практики. Химия – любимый предмет девушки. Сегодня она ведет урок вместе с классным руководителем. На столе оранжевые кристаллы дихромата аммония. Внутри этой соли живет настоящий вулкан. Мы видим, что поднимаются частички вверх. На расхожее мнение о том, что спортсменов интересуют лишь личные достижения и место на кристале, Эльзе есть что возразить. Она круглая отличница и идет на медаль. Спортсмены, наоборот, пытаются преуспеть в учебе, потому что отъезды на соревнования, на сборы дают какой-то ультиматум, чтобы мы закрывали предметы побыстрее. После окончания РЕН-класса девушка отправится поступать в Академию имени Сеченова в Москву. В первый метр ее влечет желание стать врачом. Специализацию выбирает между хирургией и спортивной медициной. Это не только мое личное мнение, это мнение родителей. Они хотят, чтобы у меня было хорошее образование, так же, как и я. Можно преуспевать везде, если захочешь. Я хочу быть успешной в учебе и в спорте. Друзья подтверждают, Эльза человек разносторонний и подкованный, но главное – болевой и настойчивый. У нас разные интересы, но мне с Эльзой очень интересно. У нас есть разные мнения и нам всегда есть о чем поговорить. Я люблю таких общительных людей, веселых, активных. За достижения в спорте Эльза Ахмадеева получила премию главы города. Однако это не повод для передышки. Впереди чемпионат Урфон и марафон. Спортсменка мечтает преодолеть дистанцию в 42 километра. Восемь лет памяти воспитанники спортивного комплекса «Сибиряк» открыли мемориальный турнир в честь первого в городе тренера по баскетболу Владимира Мелехина. В Нефтьюганск Владимир Мелехин прибыл, будучи молодым спортсменом. В «Сибиряк» пришел в 1984 году и сразу стал набирать секцию по баскетболу. По словам единственной дочери Владимира Павловича, именно работа тренера доставляла ее отцу настоящее удовлетворение. Вся его суть как человека была не именно как себя спортсмену, спортивную карьеру делать, а именно воспитывать и отдавать всего себя детям. Даже бывало порой, я как дочка получала меньше, чем те ученики, с которыми он тренировал. Такой турнир в спортивном комплексе «Сибиряк» проводится уже восьмой год. На этот раз в состязаниях приняли участие 140 человек. Это юные баскетболисты от 11 до 13 лет и команды взрослых спортсменов, среди которых немало бывших воспитанников Владимира Мелехина. Нестандартный подход. Девятый год в Нефтьюганске проходят необычные уроки музыки. Перед учениками начальных классов выступают дети из музыкальных школ. Накануне в молодежный центр «Юность» привели 250 ребят из семи образовательных учреждений Нефтьюганска. Как юные слушатели оценили живой урок, расскажет Мария Орехова. Учебный план на сегодня – познакомить малышей с профессиями, которые так или иначе связаны с музыкой. Но на одних презентациях и теории занятия не заканчиваются. После ведущих на сцену выходят артисты с настоящими инструментами. Они пробуют себя в роли исполнителей и в то же время они демонстрируют образец. Образец для ребят, сидящих в зале, показывают, что есть интересные занятия. Они поют, играют. И многие дети, которые посещают детскую филармонию, у них просыпается интерес к музыке. 15-летняя Аня вокалом занялась 9 лет назад. С тех пор и участвует в детской филармонии. Выступать перед такими зрителями особенно приятно делится артистка. Но и в то же время сложнее всего. «Перед детьми, конечно, выступать сложнее, чем перед взрослыми, потому что их нужно заинтересовать, забрать их внимание себе. Но когда звучит красивая музыка, они замолкают мгновенно все и слушают. Это приятно». На такие уроки музыки школьники и учителя приходят с удовольствием, делятся организаторы. А поскольку зрители – ученики начальных классов, при составлении плана занятий учитывается все до мелочей. «Больше 40 минут занятия не идет. Они просто больше не могут воспринять в силу возраста. Это первый момент. Второй момент. Мы подбираем музыкальные номера, музыкальное сопровождение таким образом, чтобы им было не скучно». Воспитанница про гимназии и сообщества Алиса Столбова уже не первый раз приходит сюда со своими одноклассниками. Девочка и сама уже три года ходит в музыкальную школу. Такие уроки ей по душе. «Мне очень понравилось, потому что очень красиво пели и очень красиво играли. Я очень люблю музыку и сама ей увлекаюсь, поэтому мне было очень интересно». Это занятие далеко не последнее, уверяют организаторы. В течение всего учебного года ребята будут приходить сюда раз в месяц на особые уроки музыки и воспитывать в себе любовь и интерес к этому предмету. Мария Орехова, Алексей Фоминцев, телерадиокомпания «Юганск». На этом все. Узнавайте о событиях города в программе «Сейчас» в «Нефтьюганске». И делайте новости вместе с нами. Звоните в будни 23 77 47. Всего вам доброго. До встречи.